Доброе утро, дорогие друзья! Хотим извиниться за запоздалый отчет сегодняшнего дня, связанное это с техническими проблемами. Постараемся как можно быстрее осветить текущую ситуацию, сформировавшуюся на валютных рынках, и обосновать, объяснить нашу стратегию на данном этапе. Хотим отметить такую интересную особенность, которая формируется сейчас на мировых финансовых рынках. Это особенность, так называемая комбинация возврата более-менее устойчивого спроса на рисковые активы. И вчерашний день это в принципе подтвердил. Во всяком случае доллар сдал слегка свои позиции против основных мажорных пар. Но в то же время, несмотря на стабилизацию на рынке, например, ценных бумаг, которые мы наблюдали вчера, мы не говорим о текущей ситуации, потому что движение доллар-иены, произошедшее этим утром, оно показывает уже другую ситуацию слегка. Но во всяком случае стабилизация спроса на рисковые активы, которую мы наблюдали на протяжении вчерашнего дня на рынке ценных бумаг, и рост доходности американских облигаций вкупе, да, все вместе, оно безусловно формирует очень интересную и нестабильную ситуацию, преддверие, особенно преддверие завтрашних данных по инфляции в Соединенных Штатах. Вот это вот очень такая хрупкая ситуация, которая сложилась сейчас на финансовых рынках, и очень будет важно, как эта ситуация разрешится завтра после выхода данных по американской инфляции, как в целом мировые финансовые рынки отреагируют на ее. И не секрет, что уже очень многие инвесторы отмечают тот факт, что если вы готовы принять некие решения инвестиционные, необходимо подождать 14 февраля. Мы хотим еще дальше пойти, потому что не забывайте, что 28 февраля состоится первое публичное выступление новоизбранного главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Очень будет важно, как в целом новый глава ФРС будет реагировать на ситуацию, которая сейчас наблюдается на мировых финансовых рынках. Это будет очень и очень важно, но это пока что все впереди. А пока что завтра очень важные американские данные, и необходимо очень четко к ним подготовиться и принимать решения таким образом, чтобы не остаться в убытке, во всяком случае. Потому что волатильность, которая наблюдается сейчас, рост волатильности, он повсеместный. И тут происходит яркий контраст вообще 2018-2017 года, потому что в 2017 году ситуация была намного стабильнее. Посмотрите, что происходит сейчас. Казалось бы, вот, например, в предыдущие дни, когда шло падение рынков ценных бумаг, американская валюта получала некую поддержку. Ну, кроме, может быть, швейцарского франка и японской иены, это те самые валюты, которые в любой момент, в случае роста риска версии, они всегда были в спросе, всегда были в цене. Вчера немножко уже другие ситуации, другая ситуация наблюдалась. Рост доходности американских облигаций уже не обеспечивает той поддержки американской валюте, которую мы видели на протяжении последних дней. Вот. Сегодня Nikkei упала, если в течение азиатской сессии оно показывало стабильный рост до плюс 1,4%, в итоге падение произошло до минус 0,7%, которое мы видим сейчас. И, безусловно, этот фактор и стимулирует рост иены на данном этапе. Пробит уровень 108,05, внизу впереди 107,30, это самые низкие уровни 2017 года. И при пробитии и этого уровня можно будет тогда уже говорить о том, что пара будет стремиться к тестированию своего долгосрочного аптренда, находящегося на отметке 105,70. Это так слегка немножко мы зашли вперед, но если завтра инфляционные показатели по штатам скажем, а это очень непонятная здесь картина формируется, опять-таки выход сильных данных по инфляции, с одной стороны выступает в пользу роста американской валюты, но с другой стороны будут являться очень и очень негативным моментом для рынка ценных бумаг, потому что будут стимулировать рост долгосрочных процентных ставок в американской экономике, адекватную реакцию Федеральной резервной системы. Соответственно, как отмечают многие рыночные аналитики, это в том числе скажется и на будущем американской экономики, потому что быстрый рост процентных ставок безусловно не будет являться стимулятором роста американской экономики, даже несмотря на те программы инфраструктурные, скажем так, программы, которые по изменению инфраструктуры глобальной американской экономики, которые принимает администрация нынешнего американского президента. Все это, и несмотря на, скажем так, ту реформу в налоговой системе, которая была приведена, все это может в итоге не помочь американской экономике расти теми темпами, на которые рынок рассчитывал. А не секрет, что именно американская экономика сейчас являлась локомотивом выхода общей мировой экономики из той стадии, в которой она находилась до сих пор. Вот, поэтому очень важно будет, завтрашние данные очень важны будут для, не только для рынка валют, но и для рынка других сегментов финансового мирового рынка. И выступление, конечно, Джерома Паула тоже, безусловно, повлияет на ситуацию в общем и, может быть, на долгосрочный может задать тонн на весь 2018 год. Поэтому февраль месяц обещают быть очень и очень интересным с этой точки зрения. Не забывайте, что в Италии в марте месяце будут выборы, и это такой вот политический фактор, который будет, возможно, сдерживать рост евры. Но давайте подходить ко всему ступенчато. Впереди у нас данные по инфляции. Более подробно мы к этому вернемся завтра. А что касается сегодняшнего дня, что касается, к примеру, евро-доллара, значит, по доллару мы уже посмотрели картину. По евро-доллару мы вошли в длинную на пробитии 23.15. Хочется отметить следующее по евро-доллару. Картина, которая формировалась на протяжении предыдущих сессий. Вот вы ее видите на четырехчасовом графике. Картина формировавшегося Head & Shoulders, она вот этим пробитием выше 23.15, грубо говоря, немножко эту картину подрывает и разбивает. Значит, те медвежьи ожидания, которые, может быть, связывали с данным графиком многие рыночные участники. Сейчас, если произойдет четкое закрытие выше 23.30, а еще лучше выше часовой линии, находящейся на 23.53, можно будет говорить о некотором стабилизации роста евро-доллара. И тогда можно будет говорить о том, что, может быть, мы возвращаемся к такому вот глобальному, скажем, аптренду, который есть сейчас в этой паре валют, который наметился в конце 2017-го, в начале 2018-го года, этот буллиж-тренд. Вот, соответственно, возможно, пара евро-доллар попытается к нему вернуться после той коллекции, которую мы видели с уровня 25 и вот этот заход в район 1.22, в район четырехчасовой, средний, находящийся на моменте на 1.22.18. Мы купили по 23.15, мы готовы увеличить позицию при возможном ретестировании уровня поддержки на 1.22 ровно. И стоп мы ставим ниже 21.60. 21.60 – это 21.65 лоу 17 января 2018 года. Вот такая у нас стратегия по евро-доллару. Обратимся к общей картине стратегического нашего портфеля. Вы видите ее на своих экранах. Тут основные изменения – это изменения по евро-доллару, скажем так, и, наверное, доллар-реяния. Вообще мы хотели по доллар-реянию немножко уже пересмотреть картину на пробитие 108.05, которая состоялась этим утром. Но почему мы не хотим вот прямо сейчас кидаться в короткой позиции? Не хотим это делать в преддверии завтрашних данных, в преддверии того, что с системой 30 пока что уровень не пробит, но мы к этому стремимся. И с технической точки зрения это будет очень важный момент. Поэтому еще раз обращаем ваше внимание, у иены есть очень и очень серьезный потенциал к дальнейшему росту. Несмотря на то, что переизбирает к уроду на второй срок главой Центробанка Японии, несмотря на ряд других факторов, у иены есть потенциал к росту не только против доллара, но и против остальных пар валют. Поэтому на кроссы и иеновые тоже необходимо обратить очень пристальное внимание и за этим очень аккуратно наблюдать. Вот, наверное, в целом на данном этапе вся картина, общая картина, которую мы хотели вам показать, мы ее высказали. Оставайте с нами. Завтра постараемся быть без опозданий. До новых встреч в эфире. Всего доброго и прибыльного дня вам впереди.